Село Ворше разделено на две части трассы М7. Чтобы попасть на другую сторону, нужно пройти по надземному пешеходному переходу. Как рассказывают местные жители, подъёмник не работает, да и с диспетчером связаться не получается. Для женщин с детьми и пенсионеров переход дороги становится сложной задачей. Видите, как хожу? А там вообще сложно, очень сложно. Ближайший продуктовый магазин или аптека в Лакинске. Он в 15 километрах от посёлка. Можно, конечно, добраться на автобусе. Но тогда на обратном пути придётся переходить трассу М7. А с этим как раз у супружеской пары проблемы, поскольку подъёмник не работает. Поэтому приходится вызывать такси. На такси очень складно. Если даже в Лакинку едешь, берёшь такси обратно, ну тут 400 рублей, да, по-моему, 400 рублей приехать. Вот сюда привезёт. Пенсионеры признаются – тяжело не только им. Рядом живут соседи, которые тоже имеют серьёзные проблемы со здоровьем. Ну это ладно мы. А ведь вот рядом дом у нас тут женщина на двух костылях ходит. Она вообще не может. У неё ноги переломаны в тазобедренном суставе. У моей такой заменили, металлический вставили там, титановый. А у неё нет. Дальше ещё инвалид там живёт парень. Инвалиды. Ну надо же как-то вот с этим считаться. Надо разделали эти путепроводы, сделали подъёмники. Ну включите вы их. Первый раз Владимир Братухин обратился в прокуратуру в 21-м году. Тогда ведомство провело проверку и зафиксировало, что лифты не работают. В декабре 23-го года пенсионер вновь написал в надзорный орган. Прокуратура, извиняюсь, организованы проверочные мероприятия, в ходе которых доводы и заявители нашли своё подтверждение. На самом деле, в настоящее время данные платформы не работают. По данным фактам, 25 декабря прошлого года прокуратурой руководителю ФКУ «Пордор» Москва-Нижнего Новгорода внесено представление, которое настоящее время находится на рассмотрении. Устранение нарушений контролируется в Собинском международном прокуратуре. Ситуация вызвала резонанс и привлекла внимание не только СМИ, но и общественников. К делу подключилось президентское движение «Общественный народный фронт». Федеральное дорожное агентство пояснило, работа лифта приостанавливается из-за морозов, перебоев с электричеством или из-за актов вандализма. Подъёмные платформы для маломобильных граждан в населённом пункте Ворша находятся в исправном рабочем состоянии. Обращаем внимание, что при температуре минус 15 и ниже работа подъёмных платформ приостанавливается согласно требованиям к эксплуатации от изготовителя. Сбои в их эксплуатации возникают из-за частого отключения подачи электричества с местной сети. Такие ситуации приводят к необходимости заново настраивать оборудование в ручном режиме. Кроме того, на данном участке слабый уровень сигнала мобильной связи, что приводит к разрыву соединений с диспетчерской и удалённому управлению. Подрядной организации ДЭП-7 было дано поручение проработать вопросы для обеспечения бесперебойной работы платформ. Наша съёмочная группа тоже решила проверить, работает ли лифт на данный момент. Диспетчер сообщил, работу подъёмника удалось восстановить вчера вечером.